СВМ поставил запись. Друзья, здравствуйте с нами. Сегодня сейчас на Сейшельский день присоединилась Дарья Васильженко, представитель прекрасного Ледюк де Прослин отеля. Я отдаю слово. Демонстрация экрана работает. Даша, добро пожаловать на наш Сейшельский день. Спасибо, что ты присоединилась. Спасибо большое, Риш. Сейчас я тогда включаю видео. Познакомим. Начнем с видео и далее я уже расскажу про сам отель. Можешь поделиться экраном? Да, да, да. Видно? Видно? Нет, пока не видно. Демонстрация экрана. Да, вроде включала. Сейчас, прям секунду. Просто видео, они могут, так как это Zoom, если видео долгое, тяжелое, оно может дольше прогружаться. Вот, все включилось. Вот, видно? Да. Все включаю. Спасибо. 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 . Спасибо. Продолжение следует... Да, все видно, все хорошо. Все хорошо. Я сразу можно отвечу на вопрос? Да, отель просто бомба на самом деле, да. И можно попросить видео в телеграм-канал, мы обязательно выложим. И на самом деле у нас Дарья была с отелем, и у нас был День Сейшел в офисе. Дарья приходила к нам, и мы тоже выкладывали. Поэтому если вы введете название и видео, там тоже есть. Но мы повторно обязательно выложим все, все, все. Да, спасибо, Ириш. Я тогда начну. На данный момент, да, у нас отель «Ледюк де Праслин». Он называется у нас «Хотел энд Виллос», потому что у нас есть и номерной фонд, также виллы в наличии. На данный момент он категории 4 супериор, и находится он на пралине, или на праслине, кто как говорит. С этого года, с декабря, отель получит еще одну звезду. Это из таких вот прям хороших новостей. На данный момент проводилась в течение, наверное, нескольких месяцев реновация. Если вы посмотрели видео, наверное, такие впечатления смешаны остались, потому что на видео есть и старые номера, и новые номера, такое немножко смешение стиля и виллы. И в течение нескольких месяцев сейчас реновировался старый номерной фонд, потому что корпус, вот эти вот новые номера, такие вот светлые, с бирюзовыми тонами, это корпус новый, который в 19-м году был построен. Сейчас я слайд перелесну, чтобы... Вот эта фотография с левой стороны внизу, самая левая внизу, вот этот светлый номер, это как раз номера Deluxe. Сейчас они переименованы, и корпус... Вот эти номера называются Ocean, и находится эта зона только Edeltson, или только для взрослых. Вот я немножко перескочила, просто сейчас с новостями закончу, и дальше уже буду так по порядку более упорядочно рассказывать. Вот, поэтому вот эти номера, которые вы видите, такие более в старом креольском стиле, их сейчас отреновировали, и с 6 декабря по 16 декабря отель закрывает вот эти старые номера, именно вот в эти даты, и один из ресторанов и бассейн также, соответственно, будут отреставрированы. То есть вот эти все... Весь номерной фонд и вся инфраструктура отеля, она будет в едином стилистическом дизайне с элементами декора, плюс-минус где-то будет светлое дерево, где-то будет совсем светлое... Ну, то есть в основном это светлые тона. Вот, поэтому практически для Seychelles, в принципе, как бы действительно редкость найти отель именно с новым номерным фондом, да, чтобы номера были новые, в основном новых отелей на Seychelles не так много. Ну, вот наши владельцы отеля, да, соответственно, очень много сил и души вложили, в принципе, в развитие отеля, потому что если, например, вы посмотрите там отзывы 2018 года и там 2019 и дальше увидите вот эту разницу в отзывах и от гостей, и вот даже от коллег, кто у нас был в рекламниках, у отеля очень изменился. Владельцы отеля – это европейцы с креольскими корнями, и поэтому, конечно, они стараются отель держать на таком достаточно хорошем уровне, вот, и с декабря, с января отель будет такая вот твердая пятерка. Вот, мы всегда... Наш отель находится на острове Праслин, на бухте, называется пляж Кот-де-Ор. Мы можем похвастаться, у нас действительно шикарный пляж с хорошим заходом, там нет никаких камней, кораллов и каких-либо нюансов. Единственное, что летно, в летние месяцы иногда, когда во время шторма бывает, что прибивают какие-то водоросли, но это все убирают и чистят, поэтому, в принципе, у нас вот сколько мы с отелем уже работаем, у нас только положительные отзывы. Единственный минус – это гости не хотят уезжать из отеля, потому что действительно создает персонал отеля такую дружелюбную атмосферу, потому что сам GM, это Роберт, он всегда выходит, общается с гостями, всегда рад помочь по всем вопросам. Если у вас, кстати говоря, клиенты едут либо в свадебное путешествие, либо какие-то отмечают значимые даты, всегда пишите, потому что очень много у нас каких-то допов есть для клиентов такого плана, которые отмечают какие-либо значимые даты, то есть и бутылки шампанского ставят номера, и фрукты, и спа-процедуры, и, например, ужин в ресторане «Аля карт». Вот по пляжу, да, мы всегда тоже рекомендуем и даже комбинировать острова, потому что многие, конечно, прилетают на остров Майя и спрашивают, а зачем нам лететь дальше, когда мы можем здесь отдохнуть. На Праслине, конкретно в нашем отеле, протяженность пляжа составляет 2 километра, и бухта очень уединенная, то есть, например, в отличие от отелей, которые находятся на пляже на основном на Майя и на Биволоне, у нас достаточно все тихо, спокойно, и, по сути, кроме гостей отеля, на пляже больше никого нет. Поэтому у нас, соответственно, есть возможность при комбинации такой получить более полное впечатление о Сейшелах, и все-таки все острова разные со своими достопримечательностями, со своей природой. Как до нас добраться? Соответственно, у нас есть два варианта. Можно долететь на внутренних авиалиниях, это 15 минут всего занимает, и доехать на машине 30 минут, либо это паром с разным уровнем. Соответственно, там есть и эконом-классы билета, то есть и бизнес-класс 45 минут, и 15 минут на машине до отеля. По номерам у нас отель достаточно камерный, небольшой, поэтому мы, конечно, всегда приветствуем Броне, когда на дальние, на более дальние даты, потому что он очень популярный, спрос действительно большой, поэтому, как вы можете видеть, у нас всего получается 20 номеров «Супериор», 20 «Делюкс», 4 «Ханниман Сьюта», 1 «Бедрум», 2 «Бедрум Фэмили Сьюта» и виллы. По номерам, как я уже говорила, вот эти номера «Делюкс», которые сейчас будут называться «Оушен», они новые, это 2019 год, и, соответственно, в этом здании «Оушен Винг», на видео вы могли видеть, это белых два корпуса, которые стоят около бассейна, и, соответственно, в этом корпусе сели только взрослых, это зона только «Долсонли», и дети до 16 лет там не запрещено размещать. Все остальные номера, во всех остальных номерах, пожалуйста, как бы с детьми можно размещаться. И хочу тоже отметить, что во всех номерах абсолютно у нас стоит кофемашина «Энеспрессо», чай, кофе, это все бесплатно, и также во всех номерах абсолютно на косметику используется «Олкситан», то есть там независимо от категории. А вот на виллах, хочу немножко подробнее остановиться, у нас есть 4 виллы, одна вилла, единственная, которая находится на первой линии, это называется «Менеджерс Вилла» с четырьмя спальнями, но она у нас всегда под запрос идет. И также у нас есть для больших компаний, для больших семей, если летят на йога-ретрит или какие-то там мальчишники, девичники, вот очень любят эти виллы бронировать. Виллы все минимум, это три спальни, 180 градусов и 270, 360 – это от четырех спален. По расположению виллы находятся за отелем на возвышенности, на холме, и вот 360 вилла, она находится на самой верхушке с такими потрясающими видами на всю бухту, на горы, на эту всю красоту. Отель вообще по планам питания работает в основном на полупансионе, но также можно бронировать без питания. Если, например, клиенты хотят проживать на вилле, они могут бронировать без питания, так как на виллах есть кухня, где-то есть две кухни, где-то одна. И отель у нас очень удачно расположен относительно всех достопримечательностей, потому что все рестораны, все бары, магазины, они находятся достаточно близко к отелю. И, кстати говоря, все достопримечательности основные, такие как пляжи Анселацио или Майская долина, в Алидеме, тоже все недалеко. А бонусом к виллам идут машины, аренда машины. То есть если клиенты бронируют виллу конкретно, дается бесплатно в аренду полноценная машина. То есть если это большая компания, то дается два седана, либо это минивэн. И никакие депозиты не вносятся, то есть дополнительно оплачивается только бензинная страховка, и на этих машинах можно, соответственно, также и по острому путешествовать. Если у вас клиенты машины не водят, не хотят, то так, соответственно, можно забронировать шаттл или багги сервис, но это будет за дополнительную плату. И виллы также идут на питание полупенсион, либо на завтраках. И, например, сервировку завтраков можно делать за дополнительную плату. Там составляет небольшая доплата. Можно виллы дайнинг, соответственно, сервировка на вилле. И, например, на ужин спускаться в сам отель. Вот виллы все тоже. Виллы у нас с бассейнами. Тоже в 19-м году были построены, они новые. И достаточно с приватными территориями. Поэтому вот... Ну, вилл, поскольку мало, конечно, спрос на них большой. Поэтому, конечно, если там совсем даты ближайшие, то достаточно тяжело их подтвердить. Вот. По ресторанам. Вот с 6 декабря по 16 у нас закроется ресторан «Ледофин». И все питание, завтраки и ужины будут перенесены в ресторан «Кафе Д'Артс». Вот ресторан «Кафе Д'Артс», он вообще считается таким одним из лучших с морепродуктами рестораном на пролине. И вот на какое-то время, на данный момент, вот с декабря у нас пока переносится все в этот ресторан. И по... Если у вас клиенты вдруг, да, вы захотите забронировать на те даты, когда будет реновация проходить, например, там, с 6 по 16 декабря, зона, где проходят реновации и зона, где сейчас открыт номерной фонд и другой ресторан и бассейн, да, соответственно, там они разделены. Поэтому, как бы, шума никакого нет, мешать это не будет, потому что, в принципе, вот номерной фонд, он практически... Реновация практически завершена. То есть, вот и ханимон-сьюты. И на видео, как раз то, что вы видели, там пока старые, старые фото-видео, пока еще не... Сейчас вот в декабре, как раз, когда закончат уже полностью реновацию, тогда мы будем обновлять фотогалерею и видео, уже тогда, соответственно, поделимся фотографиями обновленных номеров, и в том числе вот ресторана и бассейна. Вот. Но, как бы, на этот период вы тоже смело можете предлагать, потому что, действительно, как бы там зона разделена, и никакого шума, и гостям это не мешает. Вот. Потом хочу отметить тоже такую особенность отеля, такой тоже один из бонусов. Это наши лаунж-бары и челаут-зона, которые сделаны около кромки пляжа. Отель такой один из немногих, где можно... Там проходят и вечеринки, и играют диджеи вечерами. То есть, со среды по воскресенье в отеле на пляже проходят какие-то вот вечерние активности, что, в принципе, не очень так характерно и свойственно для Сейшел. Вот. И, опять же, повторюсь, этот шум также не мешает гостям отеля, потому что остальной, как бы основной номерной фонд, он утоплен, как бы, вглубь территории, и вокруг него такой ботанический сад огромный разбит. И... А все вечеринки, они, наоборот, проходят на пляже, поэтому, как бы, это никому, ну, соответственно, там до определенного времени, никому это не мешает. Вот. По... У нас инфраструктура сама отеля, она такая достаточно небольшая, поскольку отель сам, в принципе, небольшой. Из развлечений, ну, соответственно, есть водная активность, есть прокат велосипедов, также у нас есть спа, который находится с панорамным видом на крыше корпуса Ocean Wing спа и, соответственно, фитнес-центр. Вот. И вокруг территория, сама отель, это такая достаточно очень красивая, то есть красиво оформленный вот этот ботанический сад, где хозяева отеля, они очень много сил туда вложили, и он действительно призер многих конкурсов и наград за, как бы, вклад выращивают действительно там большое количество и орхидеи, и гибискусов, оранжепани, там все такое, как атмосфера такая дзен с мостиками, с прудиками, и территория, конечно, очень, это такая изюминка очень большая добавляет. Вот. По... хочу тоже отметить такой важный момент при работе, например, с нашим отелем, поскольку, когда остается мало номеров, либо высокие даты запрашиваются, есть такая специфика на Сейшельских островах, что отели подтверждают цены выше контрактных, да, соответственно, у нас такого нет, Людюк всегда подтверждает именно контрактные цены, поэтому вы всегда можете ориентироваться на ценовое предложение от наших коллег от Resort Holiday, да, соответственно, что ту стоимость, которую они вам озвучивают, мы ее точно подтверждаем. А вот по наличию также, соответственно, если, чтобы облегчить работу коллегам, вы можете обращаться ко мне, также я могу держать для вас опции на какие-либо номера или виллы, и потом эти опции я просто передаю коллегам в Resort Holiday, и они их бронируют, для вас, вот, поэтому фото, видео, я надеюсь, новое у нас появится где-то к концу декабря полностью с обновлениями со всеми, вот, ну и наш отель, конечно, он, вот, единственный момент, забыла сказать, детского клуба у нас в отеле нет, вот, но можно забронировать, например, за дополнительную плату няню, да, то есть, ну вот каких-то конкретно детских развлечений у нас в отеле, к сожалению, нет, но, тем не менее, у нас достаточно большой процент клиентов именно с детьми, но с такими более взрослыми, там, через те от 7 лет, вот, и очень много молодожен, то есть, в принципе, отель подходит, он универсальный, подходит, как бы, для любого клиента, и с учетом, вот, цены, то есть, это соотношение цены-качества, потому что у нас клиенты очень, ну, конечно, отмечают и кухню, и сервис, и гостеприимство, потому что над сервисом очень работают сильно, да, и вот, опять же, повторюсь, если посмотреть отзывы, то, что было раньше и сейчас, это вот прям действительно два разных отеля, вот, поэтому, спасибо, у меня такая короткая презентация, если есть вопросы, что-то упустилось, задавайте, вот, и большое спасибо за внимание. Даша, спасибо огромное, там, на самом деле, вопрос по поводу питания был, но мне кажется, ответил, что в прошлом году, да, 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 ну, отель, на самом деле, можно бронировать, у нас есть и завтраки, и завтраки-ужины, завтрак-обед-ужин, но поскольку, опять же, повторюсь, что инфраструктура рядом с отелем, вся рядом, то есть и магазины, и рестораны, в принципе, полупансион, который идет изначально, как бы по контракту, он скорее даже вот оптимальный для отеля, потому что есть возможность куда-то еще съездить, там, посмотреть, поужинать, и так далее, а вот виллы, виллы часто и без питания бронируют, поскольку, как бы кухня есть, там готовить, и смысла, как бы особо нет, вот, и, ну, вот ресторан, единственное, вот уже забыла сказать, ресторан-кафе-дартс, мы рекомендуем, конечно, заранее бронировать, если у вас гости, особенно на высокие даты едут, это новогодние даты, он, потому что этот ресторан бронируют еще гости, клиенты из других отелей, и просто приезжают, поскольку там действительно очень вкусная кухня, и очень хороший уровень сервиса. Да, это важно, что можно понимать, что даже если вы проживаете в другом отеле, вы можете приехать, да, в принципе, как обычно, то есть это, это не Мальдивы, где вы сидите только на своих ресторанах, да, и на другой остров нельзя поехать, поесть. Да, да, да. Да, Даша, спасибо огромное, спасибо.